как поступить правильно пить воду во время еды или не пить воду во время еды вопрос очень серьезным уж от этого зависит пищеварение мнений много противоречащих большинство советов разных одни специалистов не меньше вот как вам быть ведь от этого зависит ваше собственное здоровье ведь вы еду вкладываете в пищеварительную систему не просто для того чтобы туда побаловать бактерии в кишечнике а для того чтобы переварить и получить из нее какую-то пользу у меня на канале скачко борис среди сотен разных видео более 10 видео именно на тему правильного употребления воды это очень широкая тема это очень громадная тема а в этом видео я попробую еще разок похожие видео у меня есть но не всем там понятно вся информация поэтому попробую буквально на пальцах дать вам минимально необходимые знания из области анатомии нормальной патологической физиологии чтобы понимали что в принципе в желудке происходит и как вам поступить в каждом конкретном случае если вы далеки от медицины и видели желудок только на картинках то чаще всего он вот такой формы и показывая вам остатки еды желудке у вас создается оптическая иллюзия в желудке очень много места чтобы пропустить воду и как бы воду можно пить во время еды на самом деле пустой желудок он несколько иной формы тот же пищевод воздушный пузырь в желудке 12 перстная кишка и вот вот такая вот слизистая она складчатая желудок очень хорошо складывается охватывая то содержимое которое в нем данный момент присутствует абсолютно пустую желудок не бывает даже при атрофическом гастрите слюну вы глотаете и желудок все-таки наполняется а по мере того как вы употребляете пищу вот эти складочки распрямляются растягиваются и желудок приобретает вот ту форму которую вы видели и если мы вернемся к предыдущей картинке то на сегодняшний момент сделано грандиозное открытие вот здесь вот по малой кривизне да есть продольные складки как бы по которым можно пройти легко воде и когда вы видите вот содержимое желудка вот свободное пространство то почему бы здесь воде не пройти как образуются эти складки то очень просто тут просто связка держит желудок вы можете легко убедиться в этой ситуации если мы возьмем допустим руку и потянем вот складочка посмотрите на складку с другой стороны там не будет воздуха содержимое желудка потянется за этой же складкой и займет это место желудок на самом деле вот в таком виде пища и свободное пространство только во время гастроскопии когда гастроскопом зашли раздули желудок и увидели да вот какой-то объем еды который находится в желудке его свободное пространство вот этот оптический фокус он создает иллюзию что воду пить можно для того чтобы пить воду во время еды нужно выполнить несколько обязательных условий да допустим вода попадая в желудок может легко пройти но химус это тоже водянистое содержимое по плотности сопоставимая с водой если вы в жидкую кашу это аналог содержимого желудка вольете воду они легко перемешаются даже без прикладывания дополнительных усилий перемешивания ложкой а в желудке вам нужно договориться с перистальтикой желудка чтобы на время употребления воды пока вода проходит вдоль этой гипотетической складки в двенадцатиперстную кишку чтобы желудок не ни в коем случае не сокращался вы можете создать такое условие чтобы желудок не работал в то время когда по нему проходит вода тем более что мышца реагирует на растяжение только вода или любая другая жидкость любой другой ингредиент попав желудок растягивает стенку тут же сокращается чтоб прижать обжать и перистальтика запускается в принципе при употреблении еды так или иначе больше того вам нужно еще договориться с гравитационным полем земли отменить его чтобы вода могла не опускаться вниз а все-таки проскакивать вот здесь это достаточно сложно выполнить современных условиях чтобы вы были на 200 процентов уверены что воду во время еды пить таки можно утверждается что вода продолжает движение в к нижнему сфинктеру даже если вы стали на голову не советую так делать если вы не уверены в своем верхнем сфинктере потому как теперь уже стал нижним не знаю как вода а все содержимое желудка если пойдет в этом направлении в лучшем случае отрыжка в лучшем случае сжога или рвота могут вам на некоторое время испортить настроение и пищеварение и опять таки вы должны отменить гравитацию отменить земное притяжение потому что в данном случае став теперь нижним сфинктером он может легко пропустить все что угодно поэтому я приму более привычное мне положение и продолжу эту лекцию если вам повезло вы выпили воду и она проскочила между двумя перистальтическими волнами в желудке все прекрасно да она имеет шанс проскочить двенадцатиперстную кишку но вопрос совершенно в другом если воду пропускают а другие жидкости нет значит на местном уровне должны быть специфические рецепторы которые при контакте с водой должны воду пропустить создать для нее там коридор я должна проскочить в двенадцатиперстную кишку остальные жидкости должны задержаться в желудке на какое-то время для их обработки желудочным соком ну такие специфические рецепторы официальной медицине как насколько я понимаю неизвестны если вам известны ну дайте ссылочку напишите мне в почту поделитесь этой информацией мне будет очень интересно вот еще один вопрос возникает у меня вода если такие рецепторы даже будут найдены по идее они должны реагировать только на воду а это значит что во время еды вы имеете право пить только дистиллированную воду то есть h2o и более ничего потому как вот это более ничего это разные соли это разные кислоты основания другие компоненты которые могут быть как примеси к воде но эти примеси это уже не чистая вода и рецепторы такие на них реагировать должны по-разному каждый из вас имеет разную воду жители одного микрорайона открывая абсолютно одинаковые вроде как краны у себя на кухне получают воду абсолютно разного состава потому что в зависимости от длины труб от года канала где готовят воду по госту и должны готовить чистой до вас разное расстояние разное качество труб разный возраст труб кранов и всего остального и вода абсолютно разная даже в одном доме я уже молчу про соседние дома про соседние населенные пункты про соседние страны вода абсолютно разная только дистиллированная вода теоретически может проскочить желудок и пройти дальше но дистиллированная вода она удовлетворяет еще одному требованию очень важному на мой взгляд когда вы пьете просто воду каким-то способом обработанную вы должны быть абсолютно уверены что вы пьете стерильную воду ну как если вода вдруг проскочит желудок и желудочный сок с ней не поконтактирует не убьет гипотетически находящиеся в обычной воде бактерии вирусы грибы у вас возникает серьезная проблема проскочив вы 12 перстную кишку а там достаточно интересные очень хорошие условия для бактерий которые проскочили кислотный барьер для них там великолепно им там жизнь малина еда есть влажно тепло ультрафиолет не достает все прекрасно живи и размножайся этот фактор очень важно учитывать потому что на сегодняшний момент статистика говорит о том что 80 процентов инфекций так или иначе передаются через воду и пока вы не уверены сто процентов вы бактериальной и вирусной частоте своей воды воду пить во время еды я бы вам не советовал сможет вода обойти пищу в желудке не нарушить пищеварение очень сомневаюсь скорее смешается с содержимым и разбавить желудочный сок не соляную кислоту а именно желудочный сок и ферменты в нем это две большие разницы как говорят в одессе разве что если ваша питьевая вода щелочная или повышенной жесткости тогда может пострадать и кислотность но белки из пищи переваривают ферменты они соляная кислота она создает им только условия ее разбавить действительно сложно разбавить ферменты легко чем больше воды тем больше расстояние между ними тем меньше пищеварительная способность правда если вы общаетесь только с молодыми мужчинами у которых не нарушена секреция желудочного сока у вас создается иллюзия что пить воду во время еды так и можно всем вы переносите эту информацию на всех остальных пока вы им пищеварение нарушить обратной связи не получше пищеварение нарушилась самые счастливые в этом вопросе язвенники у них голодные боли на пустой желудок возникают уже через полтора два часа после еды это мечта бодибилдера или культуриста получить такой темп переваривания пищи и усвоение питательных веществ а особенно белков что происходит дальше если все-таки пить воду во время еды у пища полноценно не переварившись может проникать двенадцатиперстную кишку и те кто пьют воду во время еды при нарушенной пищеварительной системе во всяком случае в области желудка появляется вздутие живота то есть развивается дисбактериоз кишечника процессы брожения гниение токсическая нагрузка на печень и уже рекомендующие пить воду во время еды они фактически помогают мне с книгой моей что делать если у вас есть печень потому что работа печи нарушается на автомате и многие процессы связанные с этим тоже поэтому если вы собираетесь пить таки воду во время еды вам обязательно нужна моя книга что делать если у вас есть печень очень хорошая книга про правильное питание но лучше если вы себе все-таки не вредили таким простым способом не нарушали работу печени и работу пищеварительной системе книгу можете заказать но это не цель этого видео просто проблемы будут нарастать что будет дальше простатит снижение потенции обмена дистрофические заболевания сустава облысение обострение в sd темные круги под глазами угревая сыпь неприятный запах пота депрессии нет конечно из 50 книг более чем 50 у меня такие книги тоже есть как вы понимаете вопросов нет но есть проблема для русскоязычных людей эти книги пока только на украинском языке поэтому пока я их буду переводить на русский и публиковать все-таки лучше пейте воду правильно ну почему так происходит желудком я вам объясню опять так если круг общения узкий молодые мужчины у которых пищеварительная система работает значительно лучше чем у другой части населения то есть у женщин у людей преклонного возраста и у детей у первых пищеварительной системы вернее у последних пищеварительная система еще не сформирована у пожилых людей она уже мягко выражаясь потрепана а у женщин исходно была слабой то у вас создаются иллюзия что воду во время еды пить можно все остальные категории людей говорят вы знаете практически нет крайне редко кто из мужчин доживает до глубокой старости и все еще способен пить воду во время еды просто желудок был супер мощный поэтому в данном случае я бы не советовал вам экспериментировать со своим здоровьем и все-таки пить воду во время еды правильно принятая во время еды вода все-таки разбавляет желудочный сок и пищеварение нарушает чтобы восстановить вам теперь нужно идти в аптеку за средствами которым будут помогать вам в этом вопросе если вы этого не делаете пищеварение продлевается и что вы получаете ну к вышеперечисленным заболеваниям получаете еще снижение веса именно так рекомендуют поступать тем кто не может остановить свой аппетит и лечит ожирение просто водой это достаточно варварский способ на мой взгляд учитывая развитие дисбактериоза и кучу вышеперечисленных заболеваний которые я уже обозначил если вы забыли ну отмотайте там на пару минут видео посмотрите еще раз в какую сторону вы можете зайти какие какой ворот болезни вы можете приобрести эти женщины могут приобрести таким лихим способом остеопатию фибромиову эндометриоз то есть это тоже заболевание которые так или иначе связаны с белковым сниянием белков в организме и с неспособностью очищать кровь от продуктов не и белка если же вы хотели набрать вес зале то испитьем воды во время еды вы явно не наберете потому как априори вы нарушаете пищеварение но правда если вы пьете и кушаете то у вас получается появляется миф что набрать вес приличную мышечную массу на обычной еде утопия и вам нужны какие-то стимуляторы ну это опять-таки ваш выбор как все это проверить на практике но лучше бы все-таки пили во время еды не воду а сокогонные напитки одно из самых сильных естественных сокогонных но очень опасные как ближайшие таки в отдаленной перспективе обычная пищевая сода тогда вы не ослышались пищевая сода в принципе сильная сокогонная которая стимулирует секрецию желудочного сока пока желудок еще ваш способен это делать после чего вызывается нарушение переваривания пищи в желудке развитие дисбактериоза и всех сопутствующих ему заболеваний атрофия слизистой желудка а в отдаленной и рак желудка рак желудка возникает в щелочной среде не в кислой и чаще на фоне хронического гастрита и атрофии слизистой желудка вы об этом слышите впервые оказывается рак это не кислота это все-таки и щелочь тоже ну а в моей книге про рак профилактика и ранняя диагностика там это все есть и не только про рак желудка и другие виды рака можно предупреждать если понимать условия которые не нужно создавать для развития раковых клеток а условия которые нужно создавать для работы иммунной системы чтобы она и контролировала и уничтожала и пока вы неправильно пьете воду во время еды вы в принципе идете ну как минимум к раку желудка и другим заболеванием потому как нарушение переваривания белков в желудке это автоматически снижает активность вашей иммунной системы и бактериальные и вирусные инфекции онкология несущественно с какой проблемы начнет ваш организм хромать конечно вы можете приобретать мои книги без вопросов вот мой большой респект тем кто советует пить воду во время еды но я вам лично советую не пейте воду во время еды это нарушает процесс пищеварения а особенно пищевую соду перед едой уже в этом вопросе объединилась казалось бы необъединяемое в отношении к содержимому желудка профессор неуму вакин который рекомендует ощелачивать кровь и пить пищевую соду является фактически последователем учеником академика болотова который рекомендует абсолютно обратный он рекомендует что организм нужно закислять и нужно есть больше кислот и один из вариантов что кислот больше вырабатывалось это употребление поваренной соли просто пищевая сода попадая в организм неважно вы ее просто в тепленькой водичке развели и выпили или вы погасили перед этим кипятком превратили гидрокарбонат натрия в карбонат натрия в любом случае попадая в желудочный сок который вырабатывает но относительно здоровый желудок то есть которым есть еще соляная кислота контакт щелочи и кислоты дают соль данном случае поваренная соль употребляя пищевую соду связи с едой перед едой вы просто напросто просаливаете свой желудок а вы рассчитывали изменить ph крови пока желудок способен вырабатывать кислоту и переваривать пищу в принципе ph крови не меняется это очень важно знать и понимать и правильно использовать почему пока желудок не перестанет активно переваривать пищу ph крови активно не меняется просто приверженцы испитие соды забыли азы физиологии есть такой термин базальная секреция ваш желудок постоянно подчеркиваю постоянно выделяет кислый желудочный сок сейчас чувствую как напряглись приверженцы редкого питания которые стремятся дать желудку отдых не отдыхает ваш желудок то барьерный орган который обязан постоянно работать потому как даже если вы ничего не кушаете слюну вы глотаете и у желудка есть повод выделить активный желудочный сок с кислотой чтобы нейтрализовать как минимум находящиеся там микроорганизмы которые размножаются в полости рта и чем реже вы принимаете пищу тем чаще вам нужно чистить зубы в полости рта не успевали размножаться бактерий или вы частым дробным питанием микробы просто переносите в кислое содержимое желудка где они добросовестно и погибают то есть варианты есть выбор вы делаете выбор сами за себя и каким-то образом влияете на процесс пищеварения редкий прием пищи очень вреден не только для желудка почему приходится экстремально интенсивно работать какое-то время но и для сердечно-сосудистой системы такие видео есть наберите вязкость крови на моем канале посмотрите такие видео я не буду загромождать это видео чрезмерной информацией но увы напомню более ста лет назад кардиологи называли инфаркты ресторанной болезнью по причине того чтобы ресторане кушают неумеренными порциями и напитки употреблять также неумеренно чем перегружают работу сердечно-сосудистой системы чем же лучше запивать еду ну все зависит от того на каком этапе находится переваривание пищи если вы абсолютно уверен что пищеварение уже закончилась принципе можете выпить и воды но полная уверенность может быть только после гастроскопии есть хорошее правило не уверен не обгонять потому и после еды и между приемом пищи и во время еды лучше пить напитки которые так или иначе усиливают секрецию желудочного сока если вы не язвенник безусловно на короткое время напитки разбавить желудочный сок а затем за счет дополнительного порции сока которые при этом вырабатываются пищеварение усилиться с большей силой и даже если у вас была относительная недостаточность работы желудка и таким образом устранить для вас имеет принципиальное значение пить только воду во время еды или вас больше интересует отличное пищеварение крепкое здоровье надежные иммунитеты профилактика различных заболеваний в том числе онкологически а пить или не пить воду во время еды ну мнение врача вы уже знаете и пока вы думаете как отметить это видео поставить на него лайк отправить его своим друзьям знакомым по соц сетям я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моего канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения и подумай какое еще видео на эту тему написать для вас до новых встреч на моем канале